После вот этого нашего разговора я еще и продегустирую эту водку, расскажу вам, как она. Иди сюда ко мне и бери чашечку. Давай, давай. Ох, красавец какой мужчина. Ну мне же надо с кем-то выпить, Коляныча нет. Этот Барнауля, давай. Вот. Ну, за историю. Так вперед за цыганской звездой кочевой. На закат, где дрожат паруса. Всем привет. Сижу я, значит, грущу. И думаю себе, не заняться ли мне какой-нибудь дегустацией. Вспомнил, что есть у меня в загашнике бутылочка нижегородской водки. Называется Нижегородская история. Графиня, мне понадобятся очки, чтобы прочитать, что здесь написано. Коробка очень красивая. Такая презентабельная. Приятного такого серого, даже вот такой немножко, чуть с красноватым оттенком цвета. Вот. И надо попробовать, посмотреть, что за бутылка. Почитать про Нижний Новгород, про его историю. Сейчас, одну секунду, ребят, подождите, я графиня скажу. Так, посмотрим. На коробке достаточно много информации. Посмотрим, что там написано. А, итак. Водка Нижегородская история создана по авторской рецептуре, возрождающей аромат, вкус и славу нижегородских водок. Ну, здесь состав, как водится. Вот. И здесь вот история Нижегородского Кремля, например. То есть, здесь люди отсылают к истории. Указаны также исторические здания Нижнего Новгорода. И вообще исторические артефакты. Авторская рецептура. Водка на зерновом спирте Альфа. И 1221. Это дата основания Нижнего Новгорода. Достаем из коробочки водку. Что у нас здесь такого нам приготовил? Нижегородский завод Сордис. Здесь фиксируется таким вот специальным бумажным кружочком, чтобы не болталось во время транспортировки. И бутылка сама по себе очень изящная. Такая она небольшого, кажется, размера. Но достаточно емкая и тяжеленькая. Дно сделано авторским образом. То есть, такое ощущение, что здесь остались следы какого-то большого механизма. Ну, как будто часть какой-то вот заводской большой машины, конструкции какой-то. Нижегородская история. Вообще, отсылка Нижнему Новгороду, как к историческому месту производства, он не случайен. Потому что Нижний Новгород являлся с древности таким узловым городом. Большим центром на пресечении пути. То, что называется, из востока с запад, из севера на юг. То есть, это было соединение двух рек. Волги и Оки. И, конечно, место было как бы намолено. И поэтому с некоторых пор там начала собираться Нижегородская яморка. И вообще, в принципе, я-то разбираюсь в основном во вкусах. А вот, что касается истории Нижнего Новгорода, его такой вот, ну, исторической подоплеки. Конечно, интересно было бы послушать моего друга, человека, с которым мы сотрудничаем. Я как информационный партнер. Это Алексей Синеев, писатель, историк, который издал такую книгу. Она называется «История виноделия Российской империи». Вот, в этой книге Алексей рассказывает практически по губерниям, по всем, как в каждой губернии развивалось винокурение. Потому что в те времена, ну, термин «водка» возник немного позднее. Он практически возник на штыке 19-20 века. А вот до этого практически все дистилляты называли вином. Да, то есть, поэтому, когда Алексей называл книгу «Виноделия», он имел в виду, что это и винокурение, как это он называет, то есть производство крепких напитков в России. Вот вообще, как бы, чтобы понять, что там в Нижнем Новгороде историческое, лучше связаться с Лешей. Мы сейчас это с вами и попробуем сделать. А я, возможно, после вот этого нашего разговора, я еще и продегустирую эту водку, расскажу вам, как она на вкус. Вообще, открываешь бутылку, видишь, когда берешь коробку, читаешь название «Нижегородская история». Здесь в слове «история» вообще заложен двойной смысл. Во-первых, это наша история, наше прошлое. Во-вторых, история, может быть, какая-то у кого-то была, у каждого из вас история, которая могла случиться с ним в Нижнем Новгороде. У меня, например, была такая история. Когда-то мне доводилось бывать там на выставке в Нижнем Новгороде. Это было в 90-е, в конце 90-е, в начале 2000-х, когда я с новым изданием «Напитки российского рынка» объезжал Россию. Я в том числе попал на Нижегородскую ярмарку. Это очень серьезное было мероприятие, возрождающее традиции, которые были в начале 20-го, в конце 19-го века в России, когда в Нижнем Новгороде была самая крупная торгово-промышленная ярмарка, на которой собирались купцы, мещане, дворяне, простые люди, какие-то ремесленники. И они привозили свои товары, в том числе огромный был выбор разных спиртных напитков. И тогда все, что производилось крепко, все, что производилось алкогольно, называлось вином. То есть, по сути, это было хлебное вино. Потом уже появился термин «водка». И как раз предприятие, которое произвело эту водку, это Сордис-завод, они хотят отослать нас к этой замечательной истории, к тому, что происходило с нашей страной в те времена, и насколько это была богатая, глубокая традиция. Они воссоздали определенный рецепт. Кстати, какие были рецепты, какая была вообще в Нижнем Новгороде ситуация. Давайте мы с вами сделаем что, ребята? Давайте мы с вами позвоним моему другу Алексею Синееву. Это историк, писатель, очень интересный человек. Дай бог, если мы сейчас ему дозвонимся. Давайте попробуем, как говорится. Ох, красавец какой мужчина. Так, сейчас мы тебя выведем. Ты готов к выходу? Здравствуй, дорогой. Здравствуй, Юрий Михайлович. Привет. Слушай, я на самом деле стал рассказывать подписчикам своим про водку. Уже такая у меня водка есть. Видишь, нижегородская история. Я про тебя уже предварительно про нее говорил. Ну и когда история, понимаешь, кому мне позвонить, как не тебе, когда дело касается истории. Я уже показал подписчикам книгу твою. Ну, потом я еще расскажу, где ее можно купить. Это мы в описании напишем. Ну, это один лишь тон, да, второй. И, в принципе, я что-то в нем не нашел про Нижний Новгород. А у меня есть и первый. Ну, короче, в упаковке, не буду тебя заморачивать. Вот, ты пока будешь... Да, что там в первом? В первом найдешь. Хорошо. Так вот, ну, чтобы мне долго не искать, у меня истыд, и живой человек, давай, ну, не знаю, с чего начать. Вопросы, ты знаешь, как оказался перед таким справочником по алкоголю. Скажи мне, Нижний Новгород, да, давай, вот, в первую очередь, вот, создатели водки, например, упоминают Нижегородскую ярмарку. Я уже сказал о том, что, наверное, это одно из самых больших было событий в России, вот, касающихся торговли. Вот, а скажи, вот, именно как происходила там продажа или презентация разных изделий, ликероводочных, кто сейчас называется, да, там, хлебного вина, вин каких-то, там, откуда кто что привозил. Вот, что интересно. Во-первых, что можно сказать про Нижегородскую ярмарку? Ярмарка – это практически круглополугодичное мероприятие. То есть это огромный торговый базар, который с весны по позднюю осень вот в этих рядах на берегу реки Волги. Может быть, ты там был в этом месте, я там был, там очень красиво. Она началась в начале 19 века. И там просто-напросто были торговые ряды деревянные длиной почти по километру. И там происходила торговля. Рыба, железо, мануфактура, вино. Мы плавно перешли к вину. Так, и вот я уже сказал, кстати, в кадре о том, что вот твоя книга называется «Виноделья Российской империи». И не надо думать, что здесь речь идет только о виноградном вине, потому что вино тогда называли практически и дистилляты, и хлебное вино. То есть вот расскажи об этом немного. Да, вот я и хотел сказать, вино и в народе, и официально означало как минимум несколько вещей. Первое – это виноградное вино, либо плодовое вино, ну из плодов каких-то ягод. Второе – это хлебное вино, это дистиллят, чаще ржаной, реже пшеничный, но а позже картофельный, свекольный, табуретовка, ну и так далее. И третье значение – это столовое вино, то есть это уже полный аналог современной российской водки. Столовое вино – оно же было и казенное вино. То есть это смесь ректификата и смягченной воды. И как это в голове у людей помещалось, я не совсем понимаю. То есть я так думаю, что в зависимости от контекста, в котором была сказана какая-то фраза, люди понимали, либо это такое вино, либо это другое вино. Хорошо, скажи мне, а как ты думаешь, вот вкус сейчас водки, которая есть, вот сейчас я как раз налил себе 50 грамм, я вот тебе с тобой тоже, я знаю, тут нехорошо тебе наливать, знаешь, я с тобой вот так чокнусь с тобой. Мне бокал вина взять. Да, вот, я там, привет, Барнаул. Знаешь, как ты думаешь, вкус тогдашней водки и сегодняшней, насколько они отличались? Вот насколько ты дипломатично отвечаешь на этот вопрос? Потому что вот авторы вот этой водки, они говорят о том, что они возродили старинные рецепты. Вот это очень даже интересно мне, вот получится у них такое сделать или нет? Ты задаешь провокационный вопрос. В одну телегу впрячь не можно, коня и трепетную лань, кто-то говорил из пластика. Попробую ответить так. Ну, сравнивать водку с любым дистиллятом, ну это не совсем корректно. Это разные напитки по своей природе. И по вкусовой гамме, по роганолептике, по аромату. Ну, то есть, это все разное. То есть, нужно исходить из этого. Если, допустим, сравнивать столовое вино, аналог водки современной того времени, то, конечно, современная водка, она выигрывает во всех смыслах. Ну, степень очистки сейчас. Кто-то мне говорил из моих коллег с водочных вот этих заводов. Там 99,999 чего-то там тысячных процента, что даже некоторые современные приборы не могут уловить процент севушных масел. Вот в этом спирте, в этой водке. Понимаешь? То есть, уже техника дошла до такого. Конечно, в 19 веке этого не было. Был и запах севухи, и перегар там, и все прочее, прочее. Я думаю, что похвально, что люди все равно обращаются к исторической теме. Пусть даже пока что они только начали к ней прикасаться. Но они хотят свою историю рассказать. Потому что Сордис, как ты мне сказал, что это в Сормово они находятся. То есть, в рабочем районе. Знаешь, как слово Сордис расшифровывается? Нет. Сормовские дистилляты. А, водка. Я и не знал, кстати. Ну, интересное, да, замечание. Ну, ты знаешь, то, что я вот сейчас ощущаю, мне очень нравится прекрасный, как мы говорим, дегустатор нос. Такой свежий, хороший, такой хлебный чуть-чуть. Очень приятная вещь. Вот хорошо, что та компания, которую ты сегодня представляешь, она как раз обратилась к истории. Потому что как раз история у нас, она, во-первых, интересная, во-вторых, она фантастически богатая на разные факты, события, порой настолько отличающиеся от нашего мира понимания, что когда читаешь об этом, просто, ну, удивляешься и восторгаешься, как это все было сделано. Хорошо, Леш, я тебя понял, спасибо. Я продолжу дегустировать в кадре, а если что, я тебя еще буду набирать тогда, ладно? Может, с других какие-то водки, какие-то регионы ты расскажешь. Все, давай, мой дорогой, пока за тебя, за твой исторический труд. Успехов! Все, сейчас вам пока. Уй, пока. Закончили разговор за Алексея, за историю русского винокурения. Хороший, такой немножко сладковатый вкус. Приятно обжигает. Вот, даже, я думаю, что это как раз водка из стиля водок, которые возвращают нас к настоящему водочному вкусу, да, когда водка не должна быть очень мягкой, когда она должна чувствоваться, ощущаться во рту, немножко греть рот, вызывать аппетит, потому что водка – это хороший аперитив к любому блюду, к любому обеду, перед, там, тарелкой борща можно выпить 50 грамм водки, и за это даже Бог прощает. Давайте посмотрим. Ну, здесь спирт Альфа используется. О, настой василька, если я правильно читаю. Василька. Ну, даже такие мелкие буквы, что я даже в очках не могу прочесть. Ну, это мелкие буквы на контр-этикетке. Это известный прием всех наших производителей, не только водочных. История – это то, к чему мы должны обращаться, я так думаю. Я думаю, что мы должны знать свои корни, и то, что нижегородская компания Сордис сделала водку нижегородскую историю – это один из первых шагов к тому, чтобы относиться уважительно. Причем они не брали историю своего предприятия, хотя история у этого предприятия тоже есть в середине 20 века. они взяли историю самого Нижнего Новгорода, потому что это замечательный город на перекрестке торговых путей, огромная ярмарка проходила там, купцы, может, представьте себе там фильм «Жестокий романс» или там «Беспреданница», если хотите. Вот так примерно там гуляли, веселились, пели песни. Вот пили такую вот хорошую, ядреную, крепкую водку. Я думаю, что история вот здесь вот именно про это, и вкус этой водки про это, про то, что хороший русский мужчина должен выпить, крякнуть, да заесть огурчиком соленым, свежим. Очень приятно мне, что нижегородская компания сделала такой вот классный, интересный продукт. Давай, может, графиня даже налить попробовать. За кадр будешь? Глаза круглые, что будешь пробовать? Ну, пора приучать уже ее к водке. Вообще, все знают, что я дегустирую вину достаточно давно и много, и разбираюсь в вине, я участвую в международных конкурсах, как судья международных конкурсов. Но я считаю, что мы должны знать и уважать, не обязательно любить, уважать должны наш национальный продукт, потому что где бы я ни оказывался, в какой стране мира, мне всегда говорили русский, да, русский, водка, да, водка. Вот, и ты уже и не знаешь, ну, не надо и никогда стесняться этого, нужно сказать, да, водка, мы любим, знаем водку, это наш национальный напиток, но мы открыты для другого потребления, для других напитков, для осознанного выбора. Графиня, иди сюда ко мне и бери чашечку, давай, давай. Ползи, ползи под камерой, чтобы... Да, 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 не надо такое делать, удивленное лицо. Ну, мне не надо с кем-то выпить, Коляныча, нет, этот в Барнауле. Оп, проскользнул. Этот в Барнауле, давай. Вот. Ну, за историю, за наше прошлое, за наше настоящее. Все, всем счастливо, всем пока, всем хороших напитков и хорошей жизни, здоровых, главное, хороших закусок. За вас, ребята. Любимый мы в ночь По родству бродяжей души Так вперед за цыганской звездой Продолжение следует...